Здравия всем! Сегодня мы не будем ходить вокруг да около. Я сразу же возьму БК за рога. У нас очередной подкаст с ответами на вопросы. Вопросов набралось уйма, но я из них, как обычно, выбрал самые-самые. И только от знаменитых, всем хорошо известных людей. Вот первый вопрос задает Исаак Сирин. О чем будут ближайшие киноведы? Исаак, я отвечаю. Представляю план на полгода вперед. Следующие подкасты будут про плохие дороги Наталки Ворожбит. Это недавний, еще идущий в украинском прокате фильм. Теперь будет отдельный подкаст об этой кинокартине, в котором я расскажу, какой она, на мой взгляд, получилась. Потом, как не увиливал не смогу, расскажу про друзей воссоединения. Да-да, тот самый спецвыпуск, который, похоже, посмотрели все на нашей бренной земле. Потом расскажу про Тихое место 2. Недавно этот фильм стартовал в украинском прокате. Сиквел уже почти легендарного фильма ужасов. Потом будет скромная кинокартина Миномата. Джонни Депп играет фотографа Юджина Смита. Фильм, который все-таки стоит посмотреть. А потом ударим по сериалам в ее глазах относительно недавняя Netflix-премьера. Потом запишу два выпуска про 20-20 тебе конец. Это Чарли Брукер. Тот самый, который создал Инспектора Клота, Тупик, великолепнейший сериал Натан Барли, ну и, конечно, Черное зеркало. Потом поговорим про Митчелов против машин. Отличный мультиплик мультипликационный фильм. Тоже недавно вышел на Netflix. Потом обсудим мультипликационный сериал. Очень и очень его рекомендую неуязвимый. А-ля такие вот пацаны, но только в мире мультипликации. Потом еще один сериал. Скукотища. Сокол и зимний солдат. Потом киноклассика Жан-Пьер Мельвиль. Боб, прожигатель жизни. Потом вас ожидают, я серьезно, 10 подкастов о Кацухира Атома. Это тот легендарный мангака и режиссер аниме, который создал Акиру из Стимбоя. Воспоминания о будущем и хрупкий мир. Изучим Атома от А до Я. Будет также подкаст про сериал Заговор против Америки от моего любимчика Дэвида Саймона, возможно, лучшего шоу-раннера сериалов на планете Земля. Ну а после этого где-то на год, без шуток, ударимся в изучение Жан-Люка Гадара. Всех его кинокартин, всего его творчества. Исполосуем Гадара от А до Я. Исаак Сирин, спасибо за такой содержательный вопрос. Дальше Августин Блаженный. Расскажите о своих сильнейших кино впечатлениях последних месяцев. Вот, дорогой Августин, тут даже думать не надо. Конечно, это Малхолланд драйв Дэвида Линча. Пару недель назад он стартовал в украинском прокате. И вот то, что я ощущал во время просмотра, точнее пересмотра Малхолланд драйв в кинозале, ребят, это просто удивительно. Я буквально дрожал, по коже бегали мурашки. Это, наверное, вот та самая сакральная и единственно правильная, нужная причина того, почему я вообще занимаюсь кинематографом. Перед показом о Малхолланд драйв я прочитал большую лекцию в планете кино. И вот, собственно, после нее остался посмотреть этот фильм, уж не помню, то ли в пятый, то ли в шестой раз. Малхолланд драйв Дэвида Линча, это вообще одна из лучших кинокартин 21-го столетия. Я ее не просто рекомендую, я ее заповедую посмотреть. Малхолланд драйв есть все. И всяческие референсы, омажи классическому Голливуду. И сновидческая тематика. И всяческие глубинные сюрреалистические метафоры. И визуальная красота. И удивительный звук. Там не только музыка композитора Бодаламенте. Там еще Бодаламенте и как актер появляется. Короче, это не просто фильм. Это такой архетип самой сути кинематографа. Малхолланд драйв один из величайших фильмов не только 21-го века, но и истории кинематографа вообще. Этот фильм нельзя пропускать, но и тот факт, что мы могли посмотреть его на большом экране. Ой, вы знаете, это просто удивительно. Большое спасибо дистрибьютору Киев Мьюзик Филм за то, что мы смогли насладиться в кинотеатрах Малхолланд драйв. Следующий вопрос от Франциска Осийского. Что делать, когда критика расходится? Один критик пишет, что фильм стоящий, а другой, что провальный. Франциск, а ничего не делать? Критик критику рознь. Кинокритики пишут о своих впечатлениях, которые, если это профессиональный кинокритик, они аргументируют определенными доводами. Вот, например, фильм Круэлла, мы о нем еще поговорим, мне не понравился. А фильм тот же самый Малхолланд драйв понравился очень и очень. И я могу объяснить, почему у меня такая точка зрения. А кто-то другой, иной кинокритик, расскажет вам, что Круэлла это шикарное диснеевское кино, которое ломает наши представления и стереотипы о диснеевском кинематографе и подходе вообще. А Малхолланд драйв, господи, нелепое упражнение в казуистике, в кинематографической казуистике, снобства Дэвида Линча и не более того. Вопрос лишь в том, как именно кинокритик аргументирует свою точку зрения. Мы, конечно, можем подбирать кинокритиков, вот как звучит, как будто мы говорим о каком-то наборе продуктов, подбирать кинокритиков в зависимости от собственных вкусов. О, мне нравится точка зрения этого кинокритика, я с ним буду согласен. И этот подход с моей точки зрения не совсем правильный. Куда вернее читать тех кинокритиков, которые предлагают вот именно что, аргументированную точку зрения, которые ясно и доступно выражают свои мысли, даже если это сложнейшие интеллектуальные критики. Потому что, ну правда, нет ничего хуже критика сноба. Его не только невозможно читать, с ним невозможно соглашаться. Даже если ты с ним согласен, тебе хочется сказать ему «нет», только потому что он сноб. И вот критики лично мне интересны ходом своих мыслей. Я могу быть не согласен с каким-то критиком, например, с выдающимся рецензентом, я о нем уже говорил в паре подкастов, Жаком Лурселем. Он может описывать фильм, который мне до одури не понравился, как выдающийся шедевр классического Голливуда. Но при этом мне страшно интересно читать его рецензию, именно потому что он приводит занимательные, неожиданные, в лучшем смысле слова, интеллектуальные доводы для своей точки зрения, своей позиции. Такая критика обогащает тебя как человека, размышляющего о кино, пытающегося анализировать мировой кинематограф. И вот в этом случае, если критики расходятся, то это совсем не важно. Важно другое. Не то, что они расходятся, а то, почему они расходятся. Потому что все критики люди, такие же, как мы с вами, и любой человек, которому понравился фильм, может доказывать, что он великолепный. Хотя для иного человека этот фильм будет просто ужасным. Поэтому дело не в том, что критики согласны или не согласны друг с другом. Дело в том, что критики имеют свои точки зрения. Это конкретные люди. И выбирайте тех, которые вам во всех смыслах этого слова интересны. Да и к тому же бывают такие ситуации, когда критики очень и очень близки во мнениях, сходятся друг с другом. Бывают фильмы, которые почти поголовно нравятся всем критикам и ненавистны почти всем зрителям. Бывает и наоборот. Зритель благодушно принимает какую-то картину, а критик на нее ополчается. Мир полон разных историй. В общем, читайте хороших критиков. Вы их можете найти где угодно. Например, на сайте rogeraber.com или читайте то, что пишет, ну скажем, Антон Долин или Зинаида Пронченко. Обращайтесь к классической критике. Я вот обожаю читать Эссера Неклера, выдающегося французского режиссера, или те же рецензии Жака Лурселя. Следующий Симеон Столпник. Какие фильмы и какие мультфильмы вы порекомендуете смотреть вместе с детьми? Ой, ну, знаете, Симеон, дети бывают разные, черные, белые, красные. Бывают малого возраста, а бывают дети в 60-летнем возрасте. Но если говорить о детях вообще, то могу порекомендовать то, что я смотрю со своей дочерью, то, что я люблю ей показывать, и то, что ей, как мне кажется, в той или иной степени приходится по душе. На данный момент дочке 6,5 лет. Например, ей очень понравились фильмы «Бандиты времени» и «Приключения» Барона Мюнхгаузена от замечательного режиссера, постоянно впадающего в детство Терри Гиллиама, один из питонов, из коллектива «Монти Пайтон». Если говорить про «Монти Пайтон», то его вообще можно смотреть отдельно. «Летающий цирк» Монти Пайтона вот как раз недавно мы с дочерью досмотрели от сих до сих, от а до я, от начала и до конца. Закончили «Летающий цирк», это замечательное шоу Монти Пайтона, и перешли к полнометражным картинам. Не все, конечно, в «Монти Пайтоне» понятно ребенку, где-то половина шуток для моей дочери не то, что непонятны, а вообще необъяснимы. Но сам дух Монти Пайтона, их свободолюбие, неожиданность их шуток, их фантазия, вот это все ребенка заряжает. Ну, если идти дальше по питонам, опять же, сольное творчество питонов. Например, фильм Терри Джонса «Ветер в ивах». Экранизация классического детского произведения. Обязательно посмотреть. О мультипликации. Весь Хаяо Миядзаки. Тут все понятно. Еще рекомендую «Сказание о принцессе Кагуя» Исао Токахата. Это потрясающий мультфильм. Также отличная работа «Стимбой» от Кацухиро Атома. Скоро запишу про этот мультфильм отдельный подкаст. Дальше европейский герой последнего десятилетия. Том Мур и его ирландская фольклорная трилогия. Тайна об адство Келс, или в другом названии книга Келс, песнь моря и недавняя легенда о волках. Вулф Фолкерс записал целых два подкаста про легенду о волках. Также Мур принимал участие в создании великолепного мультфильма «Пророк» по одноименной поэме Халиля Джебрана. И Джебрана рекомендую, и «Пророка» как мультфильм тоже. Посмотрите обязательно. Но мы не должны останавливаться именно на детском контенте. Вы можете показывать своим детям и, вот так принято считать, так принято говорить, взрослое кино. Никакое оно не взрослое. Если нет в фильме лишнего насилия, лишнего секса, или каких-то сложных, действительно непонятных ребенку тем, я говорю про социальные драмы, или про какие-нибудь шекспировские трагедии, в 6-7 лет вряд ли это будет интересно смотреть, то ребенку все равно может быть очень и очень интересно посмотреть вот это самое взрослое кино. Покажите своему сыну или дочери человека с киноаппаратом Дзиги Вертова. Покажите табу Фридриха Вильгельма Мурнау. Вот табу моей дочери очень и очень понравилось. Она посмотрела этот выдающийся, немой черно-белый фильм, еще когда плохо разговаривала и когда она полюбила диснеевский мультфильм Моана, то сама действительно додумалась, связала между собой Моану и табу, как фильмы с одинаковыми темами. И там, и там туземцы с островов. Можете показать детям Люмьеров. Это 2016 год, подборка и рекомендации, комментарии Фермо. Это ведущий директор Каннского кинофестиваля. Ну и вообще устраивайте детям показы киноклассики, вроде фильмов Рене Клера, Сатья Джита Рая, Альфреда Хичкока и так дальше по списку. Просто старайтесь выбирать те фильмы, в которых, по моему мнению, будет минимизировано насилие, секс и прочие действительно взрослые темы. А вот развлекательное, приключенческое кино, вроде тех же табу или человека с киноаппаратом, детям могут прийтись по душе. Вообще, показывайте детям лучшее. Они на это заслуживают. И последний на сегодня вопрос, страшно актуальный. Как вам диснеевская Круэлла и сиквел Тихого места? Это спрашивает Василий Великий. Мне вот оба фильма очень и очень понравились. Василий, скоро наверняка запишу подкаст про Тихое место, о чем уже говорил, отвечая на первый вопрос. И вот не уверен, буду ли записывать подкаст на Круэллу. Дело в том, что Круэлла мне не понравилась. Я вообще небольшой поклонник диснеевских фильмов и мультфильмов. С сиквелом Тихого места ситуация несколько другая. Сиквел мне понравился значительно больше, чем Круэллы. Ну, с Круэллой все понятно. Такое кино меня никогда не впечатляет. Конечно, все эти а-ля Золушка для взрослых, фильмы, которые могут удивить лишь одним. Не какой-то замечательной актерской игрой. Нет, 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 нет. Не каким-то замечательным сюжетом. А вот этой яркостью, вот этим драйвом, вот этими страстями, показами мод. Ну, в общем, Дисней это всегда аттракцион. А меня аттракцион не очень интересует. И при этом совершенно не важно, какая у этого аттракциона тема. То ли круиз по джунглям, то ли пираты Карибского моря, то ли вот Круэлла, предвестница 101 или 102 далматинцев. Это не важно. Главное, что во голове угла диснеевского продукта всегда лежит развлечение. При этом, конечно, бывают и прекрасные исключения. Особенно, когда мы говорим про диснеевскую классику. Но тут Круэлла ничем не отличается от множества-множества иных фильмов. Да, это стандартная кинокартина, которая даже потому, как она визуально выглядит, меня не привлекает. Как-то все вылизано. Вот Мэри Поппинс возвращается. Смотришь и не веришь тому, что происходящее на экране, это, в худшем смысле, опять же, слово, реальность. Дисней создает иллюзию, которая постоянно напоминает о своей иллюзорности. Вот тут-то и надо брать пример Стэри Гиллиама, Бандиты Времени, Приключения Брона Мюнхгаузена. Вот это по-настоящему детское и подростковое кино, которое может и хочет смотреть в том числе и взрослый. Для меня Дисней слишком коммерческий. И Круэлла в этом смысле стоит среди, тут твердо стоит, среди коммерческого кино. Сиквел Тихого Места, тут тоже все понятно. Сиквел тихонечко расширяет вселенную Quiet Place. Мы ожидали увидеть большего, мы ожидали увидеть каких-то новых монстров. В итоге почти ничего нового мы не узнали. Известно ведь, что будет уже и третья часть в мае месяце. Да, буквально вот в прошлом месяце Эмили Блант, исполнительница главной роли, и жена Джона Красински, тоже исполнителя главного роли, а также режиссера и сценариста Тихого Места, заявила, что будет третья часть. Стало известно, что будут спин-оффы. В общем, теперь Тихое Место превратится в такую мощную, а-ля независимое кино, кинофраншизу. И в этой кинофраншизе наверняка начнут появляться новые монстры, новые герои и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Тихое Место 2 очень не смело выбирается за пределы первой кинокартины. Вот вступает на два шага и тут же возвращается назад, вступая на целых три. Тихое Место 2 – это прямое продолжение оригинальной картины. Действительно, в этом смысле ничего нового там не будет. Все те же концепты, все тоже оружие, вся та же опасность. То есть нам пытаются снова показать ту же самую историю, просто, наверное, в чуть более расширенной локации. В чуть более разросшейся вселенной. Не более того. Круэлла и Тихое Место 2 – это не те кинокартины, о которых я могу говорить с придыханием. Нет, это не Малхолланд Драйв. Кстати, последние месяца полтора вот как-то с мейнстримом в прокате для меня не складывается. Не могу вам назвать по памяти ни одного фильма, который бы меня действительно очень и очень впечатлил. Ну, разве что, конечно, «Гнев человеческий Гайрич». Вот этот фильм меня положил на лопатки. Так что да, одна кинокартина есть. «Гнев человеческий» мне очень и очень понравился. Ну что, большое спасибо сегодняшним вопрошающим. Тут у нас и Августин Блаженный, и Исаак Сирин, и Симеон Столпник. Кстати, обязательно посмотрите Симеона Столпника Луиса Буниеля. Помните, вы можете задавать свои вопросы в комментариях к этому подкасту. Не ленитесь, не бойтесь и не стесняйтесь. Пишите все, что вас интересует. На каждый из ваших вопросов обещаю ответить в следующем, через 10 подкастов, подкасте «Ответы на вопросы». Спасибо, что слушаете. Ну и традиционно возвращайтесь. «Киноведы». Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да. Продолжение следует. Да.